Всем привет! Сегодня будет очень полезная настройка абсолютно для каждого телефона. Если вы начали замечать, что ваш телефон как-то неправильно работает, как-то приторможено, сам интерфейс уже неплавно работает, неплавно перелистывает, плохо загружаются, запускаются все ваши приложения, которые установлены, или вы человек, который любит поиграть в какие-то игры на телефоне, а они у вас реально тормозят, подглючивают, вы хотите нормальной графики, чтобы не было никаких лагов, а оно все тормозит и тормозит. В общем, сейчас мы, конечно же, исправим всю вот эту проблему, чтобы телефон классно, нормально работал. Конечно же, посоветую включить эти настройки на телефонах Android прямо сейчас. Эти все настройки, они скрыты разработчиками, и активировав их, вы сэкономите кучу денег. Вам не понадобится покупать какой-то новый телефон, чтобы он якобы лучше работал, потому что и ваши телефоны, даже если они старого образца, если они куплены там 10 лет, 15 лет назад, на них точно так же можно все вот это ускорить, все настроить без всяких абсолютно программ, через стандартные настройки. И ваш телефон реально будет летать. Если у вас телефон даже какого-то нового образца, проделав вот эти настройки, включив эти настройки, все равно станет намного лучше. Потому внимательно смотрим, ничего не пропускаем, будет много настроек. Если вам понравится видео, поддержи обязательно лайком, и подпишись на канал. Итак, я специально взял два телефона. Один телефон будет идентичный, как на Самсунгах, и второй телефон это Xiaomi. Многие на Самсунгах не могут найти вот эти настройки, и пишут в комментариях, нету такого, не заходит, и так далее. Потому что там немножко все по-другому, меню другое, хотя андроиды плюс-минус одинаковые, но настройки находятся в разных местах. Итак, вначале показываю, как на Самсунгах и на других моделях, которые отличаются от телефонов Xiaomi. Находим ваши стандартные настройки. Заходим. И вот здесь нужно найти пункт, который называется «О телефоне». На данный момент у меня написано «О планшете». Также может быть написано «Сведение о телефоне» или что-то подобное. Обычно буква «И» такая сбоку, как информация. Заходим сюда. И вот здесь на Самсунгах нужно найти такой пункт, который называется «Номер сборки». Вот он. И по нём нужно нажать около 5-7 раз быстро. Видите, мне пишет «Не нужно, вы уже разработчик». Когда вы сделаете это первый раз, вам напишет, что «Поздравляем, вы стали разработчиками». Кстати, обращаю внимание, что у меня сейчас стоит версия Android 13-ая, потому что, опять же, кто-то пишет, что на 13-ом Android это всё не работает. Всё отлично работает и на 12-ом, и на 13-ом, и на 14-ом Android-ах. Давайте полностью выйду, чтобы понятно было, куда будем заходить. Снова заходим в «Стандартные настройки». И вот здесь, среди всего списка, уже ищем пункт, который называется «Система». Вот он. Зашли сюда. И среди вот этого списка ищите «Для разработчиков». Появилась новая строчка, которую мы активировали только что. Вот, заходите. И вот здесь мы будем уже искать те нужные нам настройки, которые я сейчас буду показывать. Теперь показываю, как на телефоне Xiaomi. Заходим также на «Стандартные настройки». И вот здесь ищем «Сведения о телефоне». Вот эта строчка. Нажимаем сюда. Дальше нам нужно найти версию MIUI. Вот, это версия прошивки. Там, обращаю внимание, был номер сборки. И по ней нажимаем 5 или 7 раз быстро. Видите, пишет «Не нужно, вы уже разработчик». Опять же, если вы первый раз это делаете, то вам напишет «Поздравляем, вы стали разработчиком». Дальше выхожу. Снова заходим в «Стандартные настройки». И теперь нам нужно найти пункт, который называется «Расширенные настройки». Вот он. Заходим. И в самом низу у вас появится строка для разработчиков. Заходим сюда. Теперь, в принципе, все идентично будет, как и на Samsung, и на других моделях, и на Xiaomi. Там все настройки будут идентичны. Помимо вот этих всех настроек, которые мы проделаем в режиме для разработчиков, я еще покажу в конце, что нужно обязательно сделать, чтобы телефон нормально работал со всеми вот этими настройками. Поэтому внимательно смотрим, ничего не пропускаем. Итак, первое. Находим вот буфер журнала. Ну, обычно он стоит 64 килобита. Выставляем максимальный, 8 мегабайт. Если у вас еще больше значения, там 16, допустим, выставляем 16. Уровень журнала выставляем в ВАРН. Сейчас на данный момент у меня стоит вот такое значение. Я уже не помню даже, возможно, там стояло просто выключено. Вот таким образом, «Офф» написано. В общем, ваша задача, конечно же, проверить и поставить ВАРН. Дальше внимательно листаем. Здесь нету, к сожалению, поиска, потому нужно не пропускать важные настройки. И находим «Трассировку системы». Заходим сюда. Тоже многие пишут, что нету трассировки системы и так далее. Вот я вам быстренько покажу. Допустим, на телефоне Samsung. Вот, видите, тоже трассировка системы. Заходите, и здесь точно такие же настройки. Тут давайте по порядку. Записывать действия на телефоне. Записывать действия приложений, доступных для отладки. Вот этот ползунок верхний может у некоторых быть включённый по какой-то причине. Обязательно, в общем, отключаем вот эти два ползунка. Это в скрытом режиме записывается запись экрана вашего телефона. То есть всё, что вы нажимаете, всё, что делаете, всё оно записывает в виде видеофайлов. И эти файлы хранятся в скрытых папках на телефоне, которых вы даже и не видите. Из-за этого, конечно же, сильно жирается память. Потихоньку-потихоньку её становится меньше. Ну и постоянная запись, конечно же, сильно тормозит ваш телефон. В общем, если включены вот эти галочки, обязательно отключаем. И здесь немножко ниже, смотрите, есть удалить сохранённые записи. То есть, если там было что-то включено, ну, в принципе, даже если и не включено, можете просто нажать и нажать удалить, чтобы почистить вашу память, если там что-то было. Дальше, категории. Видите, внизу написано по умолчанию. У вас точно так же будет. Вот тут все разные настройки будут. У кого-то меньше будет галочек, у кого-то больше. В общем, я рекомендую все вот эти галочки поснимать. Они вам не нужны. И оставить только одну галочку, чтобы она была включённой. Возможно, она у вас даже просто навсего выключена. Вот видите, я убираю с каждого приложения и оставляем Power, двоеточие, Power Management. И нажимаем ОК. У вас должно быть написано, вот, категории, выбрана одна категория. Если там 2, 3, 4 категории, то перепроверяйте, возможно, вы что-то пропустили. Дальше идём по порядку. Размер буфера для каждого процессора. Заходим сюда. И вот здесь по умолчанию в основном стоит 8000. Выставляем максимальные 65000. Если у вас телефоны ещё старого образца, возможно, у вас здесь будет меньшее количество какое-то. Выставляете, в общем, максимальные. У меня, допустим, 65000 максимальные. Кстати, сразу отвечая на вопрос, телефон не будет греться, телефон от этого не сгорит, не будет перегружаться. Срок службы аккумулятора или срок службы вашего процессора останется точно такой же. То есть, ничего плохого вы абсолютно сейчас не сделали и не сделаете. Дальше возвращаемся немножко назад. И дальше находим такую функцию, которая называется ограничение запроса Wi-Fi. Уменьшает разряд батареи и повышает производительность вашей сети. Она будет у вас, скорее всего, выключена. Но у тех, у кого включена, то, конечно же, вам очень сильно повезло. В общем, активируем вот эту функцию. И тем самым мы уже экономим и батарею, и, конечно же, скорость сети будет выше. И немножко ниже еще листаем и ищем не отключать мобильный интернет. Не отключать передачу данных по мобильной сети даже при активном Wi-Fi. Эту функцию, наоборот, нужно будет отключить. Потому что у вас одновременно работает и Wi-Fi, и ваш мобильный интернет. Этим самым, конечно, и мегабайты ваши исчезают, если вы на платном тарифе. Ну и плюс одновременная работа мобильных сетей сильно разряжают вашу батарею. Дальше листаем в самый низ и находим еще вот такие пункты, которые называются анимация окон, анимация переходов и длительность анимации. Сейчас у меня уже, в принципе, это настроено. Стоит 0.5. Но по умолчанию в основном стоит во всех вот таким образом полтора, либо единица, возможно, в некоторых даже и двойка стоит. Если вы реально хотите разгрузить телефон от ненужной анимации, которая нагружает ваш процессор, чтобы работа телефона стала заметнее, быстрее, то, конечно же, вот эти три пункта выставляем анимация 0.5 или вообще ставим без анимации. Тут уже смотрите по усмотрению. Если у вас слабые телефоны, то можете ставить сразу без анимации. Если средние характеристики, то, в принципе, 0.5 этого будет достаточно. Дальше листаете и находите такую функцию, которая называется Force DX MSA. Видите, здесь написано 4X MSA. У кого-то будет вот эта функция разбита на 2X MSA и на 4X. То есть будет две функции. Здесь вам просто нужно будет перепроверить. Если у вас телефон с классными характеристиками, с классным процессором, то вот эту функцию, наоборот, посоветую активировать. Вот таким образом, чтобы была активна. Если у вас стоит там еще 2X MSA, тоже активируйте. Это вам позволит наслаждаться лучшей графикой, лучшим сглаживанием при какой-то визуализации на телефоне. Особенно это касается игр. Если, конечно же, у вас бюджетник, средние характеристики или вообще еще ниже, то, конечно же, перепроверьте. Если эти функции по умолчанию у вас включены, то отключите их. Они сильно будут тормозить телефон. Смотрите, что мы дальше делаем. Выходим полностью. В принципе, мы здесь сделали те настройки, которые нам уже не нужны на данный момент. Сейчас я буду показывать следующую настройку, которую тоже нужно активировать. Заходим в Google Play Market. И вот здесь нажимаем на свою аватарку. В самом низу у нас находится такой знак вопроса. Справка отзыв. Нажимаем сюда. Нас перебрасывают вот на такое меню. Нам нужно нажать, как удалить приложение с устройства Android. Конечно же, мы удалять ничего не будем. Но там есть важные настройки, которые нужно проделать. Дальше. Ищем такую синюю строчку. Нажмите, чтобы перейти в настройки приложений. Чтобы сюда зайти, у вас должна обязательно стоять светлая тема. Если вы пользуетесь темной темой для экономии энергии телефона, либо просто вам нравится. Временно нужно будет перейти на светлую. Иначе здесь просто будет выбивать ошибку. Заходим сюда. Здесь подруются все ваши приложения, которые есть на телефоне. В том числе и системные. Нажимаете еще. Показать системные процессы. И вот здесь нету поиска. Но нужно будет полистать и найти важное приложение, которое как раз таки отвечает за ограничение вашего процессора. За ограничение работы ваших частот. И чтобы закрепить все то, что мы выставили, нужно будет найти вот это приложение. И сейчас я покажу, что мы сделаем. Вот это приложение. Смотрите. Оно называется Joyce. Заходим на него. И смотрите, если есть какая-то память. Там, допустим, видите, какой-то кэш занятый. Просто берем, очищаем. Очищаем хранилище. Нажимаем ОК. Почему именно так мы сюда заходили? Потому что если мы зайдем через стандартные приложения, ну как обычно на телефоне. То там, в принципе, мы ничего не сможем сделать с этим приложением. То есть нужно заходить только вот таким образом, как я сейчас показываю. Смотрите, питание и производительность тоже ограничиваем. Потому что будет стоять у вас с оптимизацией. Возвращаемся. И потом, в принципе, когда мы все почистили и выставили питание и производительность, мы можем спокойно его останавливать. И нажимаем ОК. Нам нужно остановить работу вот этого приложения. Через стандартные настройки там кнопки остановить просто нету. Если у вас стоит еще отключить, видите, у меня сейчас не горит отключить, то еще и отключаете. Возможно, на некоторых телефонах это можно проделать. После этого просто навсего берете, перезагружаете ваш смартфон, ваш телефон или планшет, на чем вы там это все делали. И можете проверять уже на любом приложении. Если у вас тормозило какое-то видео в ютубе, сейчас оно, скорее всего, уже не будет тормозить. Игры тоже будут нормально работать, без глюков. В общем, быстродействие вы сразу же увидите, как стало намного лучше. Поддержи этот ролик лайком, подпишись на канал и поделись с другом, чтобы он тоже знал, как это все делать.